Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я еще больше смуты внесу в понятие инфодайвинга, но при этом постараюсь все-таки подтолкнуть к расширению сознания человека, к повышению осознанности. И давайте начнем с вопроса. Так все-таки, мы формируем реальность или мы считываем некоторую информацию из информационного поля? Что по факту? Мы программируем эту реальность? Или мы считываем то, что кто-то напрограммировал? И тогда кто есть тот, кто программирует эту реальность? Вы ждете готовых ответов на вопросы? Не дождетесь. Если качаться, так качаться. Результатом может либо родиться маг, либо родиться магл. Но кто-то дородится, да? Итак. Все же, есть ли некое информационное поле, из которого мы берем некую информацию, где есть знания о всех и вся? Ну, вроде как есть, да? Мы же где-то берем эту информацию. Мы же вам демонстрируем, что мы ее реально берем и попадаем, и работаем. А сколько людей точно так же садятся в загрузку, в медитацию или занимаются гипнозом и не попадают? Ну, большинство. Так все-таки есть или нет? Ведь о хрониках Акаши или о поле очень много написано в эзотерической литературе. Есть оно или нет? И в какой момент, если есть, то в какой момент оно создается и когда оно рассоздается? И кто создающий этого всего? Я специально буду делать паузы для того, чтобы внутри шел процесс. Процесс у тех людей, которые все-таки хотят прочувствовать, даю подсказку, прочувствовать ответы на эти вопросы. Хорошо. Давайте с другой стороны зайдем. Вот смотрю видео, где человек заявляет, мы там лечим, мы там помогаем, мы работаем, мы делаем все за людей. А правда ли можно что-то сделать за человека? Правда ли человека можно вылечить? Или человек все-таки видоизменяется сам? Сам что-то осознает, включается. И тогда в нем запускаются некие психические процессы, которые ведут к выздоровлению. Хорошо. Давайте еще ближе подведу. Возьмем, я возьму любое заболевание, возьмем ДЦП или аутизм. Опять-таки громкие заявления. Мы помогаем, детям становится лучше. Они там начинают осваивать что-то. Скажите, если болезнь лежит на уровне души, да? Недаром говорили душевные болезни, да? Если поломаны гинокоды, это уже явно не наш матричный уровень. Скажите, можно вылечить это лекарствами? Какими-то препаратами? Энергетическими техниками? Чем-то материальным? Ну, каким образом вот это материальное через физическое будет влиять на душу? Что есть общее? Еще ближе подведу. Что объединяет и душу, и материю, и энергетику, и все остальное? Хорошо, тогда конкретный пример. Я заставляю думать. Я всего лишь стимулирую. А ответ вы получите сами. После того, как вы задумаетесь и выключите этот ролик в конце. Смотрите, реальный пример, реальная история. Есть некий 9-месячный ребенок. Который родился. При родах испытал асфиксию, кислородное голодание. У которого произошли необратимые процессы в коре головного мозга, по мнению медицины. Который к 9-ти месяцам начал давать сбои в своем физическом развитии. У него зонд, кормление через зонд. И кучу проблем по физиологии. Уже идет задержка в развитии. И вот работа. Можно к этому ребенку пригласить бабку-шаманку. Она придет, что-то сделает. И возможно у него что-то включится. И возможно он поправится. Но почему-то медицина с ее капельницами и со всем остальным не выполняет функцию этой бабки-шаманки. Хотя в принципе люди имеют те же самые тела. Одеты даже чисто там в белые халаты. Они не носят там с собой каких-то веников, бубнов и всего остального. У них даже есть доступ к химии, чтобы химически влиять на тело через медпрепараты. Но почему-то не получается. Где-то сбой идет. Вопрос, где этот сбой идет. Ключевой. Где идет сбой. И вот садишься в медитацию. И в медитации. Даже не живьем. В медитации. Рисуешь бабку-шаманку, которая приходит, там что-то делает, уходит. И ребенок поправляется. То есть ребенок уже ест без зонда. Пошло развитие. Пошло восстановление физического тела. Скажите, что в данном случае повлияло на выздоровление? Так было снятие информации или моделирование реальности? Или программирование реальности? А если программирование, то кто тот программист, который программирует эту реальность? И где он находится? И сколько в этой реальности программистов? И что надо сделать, чтобы стать программистом? Если такое есть, а может, такого нет. Хорошо. Еще одна жизненная история. Я просто жизненными историями, реальными фактами. Вот к нам обращается мама. Мы работали с ее ребенком, с аутизмом. И там у ребенка есть проблема. Он по ночам в 2 часа ночи просыпается и плачет до 4-5 утра. Ну и, соответственно, ходуном ходит вся семья, отдыхать не могут. И так длительное время. И вот пишет мама, как, как изменить? Вот мы работаем с ребенком и пишем маме. Общаемся с ребенком, с его душой. И пишем. Душа просит вывести на улицу ночью, показать луну, звезды. Рассказать и показать ночь. Идет набор информации. Идет загрузка информационная. Мама выполняет все, что мы написали. Приходит очередная ночь. Ребенок просыпается. Мама его выводит на улицу, на балкон. Показывает, рассказывает. Приходит следующая ночь. После вчерашнего вывода его ночью на балкон, мы с мужем были готовы ночью его выводить в ночь. Мелкий заворочился и не проснулся. Вот это да. Не посчитайте залезть. Но вы крутые дайверы. Скажите, здесь имело место снятие информации? А программирование? А кто моделировал реальность? Сколько участников было одновременно в создании реальности? И что хотели эти участники? И хотели ли они, или у них было намерение? Или у них был личный интерес? Так что же тогда наша жизнь? Мы говорим, мы снимаем информацию, или мы формируем реальность? Программируем ее. Так что же тогда наша жизнь? Представляете, на мой взгляд, ответ очевидный. Но если вы примете одну сторону, либо другую, либо-либо, вы никогда не станете магом. Но если ваша... В данном случае программа ума не может взять середину. Она будет брать крайность. А середину может взять ваше сознание. И вот если в вашем сознании найдется момент совмещения либо-либо, добро пожаловать в магию, господа. Так что мы возьмем. Для этого мы можем сделать это. Ok.